Узор спицами по виде перо. Очень популярный узор. Выглядит красиво на разной пряже. Можно чередовать полоски разным цветом, вот как у меня, серая с голубым. Очень красиво будет из пряжи деграде, когда один цвет приходит в другой. И из пряжи с длинными секциями. Из меланжевого, я думаю, будет нехорошо. Рисунок потеряется. Начало ряда обязательно нужно отметить маркером, булавкой, что есть под рукой. Очень простой узор. И вяжем две петельки вместе изнаночной. Повторим еще два раза. Это в начале ряда. Я вяжу этот узор по кругу. Он легко вяжется и поворотными рядами. Дальше накид лицевая, накид лицевая. И так нужно сделать шесть накидов. И получается, что шесть накидов и пять. Вот обязательно считать. Раз, накид. Два, три, четыре, пять. И еще нужно один сделать. То есть провязать лицевой и выполнить накид. И сейчас вяжем снова две петли вместе изнаночной. И так повторим шесть раз. В раппорте семнадцать петель. И вы можете набрать нужное количество под ваш размер. Вот этот ряд лучше считать петельки, чтобы рисунок не сбился. У нас должно быть вот шесть накидов и шесть издвоенных петелек. И дальше все повторяется. Накид лицевая, накид лицевая. И так должно быть шесть накидов. И дальше вяжем изнаночными по две петельки вместе. И повторяем до конца ряда. Шесть издвоенных изнаночных. И вот получаются такие красивые волны. И вот у меня конец ряда. Вяжу накиды с лицевыми. Шесть накидов. А две вместе изнаночные я провяжу всего три раза. Так, обязательно нужно считать. Раз, два, три, четыре, пять. И шестой накид. И значит начинаем изнаночные. Раз, две вместе изнаночные. Два и три. И таким образом этот раппорт закончим тоже. Вот получилось шесть изнаночные. Следующий ряд вяжем все петельки лицевыми. Даже не один ряд, а лицевыми нужно вязать три ряда. Если вяжем поворотными рядами, то есть на прямых спицах, то вот этот ряд я бы вязала изнаночными. Следующий ряд лицевыми. И последний, четвертый ряд раппорта вязала бы снова изнаночными. Очень простой узор. Ну и после четвертого ряда все повторяется. Снова вяжем сдвоенные петли и петли с накидом. И снова четыре ряда лицевой влаги. Те, кто вяжет, конечно, знают этот узор. А начинающим вязальщицам он должен понравиться. Потому что простой и красивый. Этим узором вяжут платья, туники, кофточки, даже шапки. Можно связать кайму для шали. Очень красивый и простой узор.